Мы старшая школа, зато с балоклавы, нам бывало честь в этом городе жить. Взгляды старшеклассников 30-й школы прикованы к новеньким автомобилям «Лада». Ребята уже ждут, когда смогут сесть за руль отечественных седанов. Теперь в их школе появился новый класс – автомобильный. Я очень рада, что в нашей школе открывают автомобильный класс. И очень бы хотелось туда попасть, чтобы поскорее научиться возить автомобиль. Как что понадобится в будущем. То есть у меня будет больше опыта, больше теории, больше практики. Это меня радует. Я не видел еще ни разу, чтобы в школах такие мероприятия вообще проводили. Это очень хорошо, что именно в нашей школе такое есть. Это не новая компьютерная игра и не очередной симулятор вождения, а специальный тренажер, единственный в Севастополе. У учеников 30-й школы в новом учебном году появился новый урок – вождение. Записаться на занятия могут учащиеся с 8-го по 11-й классы. А стоимость прохождения курсов не превысит 30 тысяч рублей, уверяют в ДОСААФе, филиалом которого и является автошкола. Оплата разделена по частям. Пока обучение будет проходить только по одной категории – «Б». Это основная категория, это начальная категория. Ее владевают молодые люди. И необходимый уровень подготовки, он определяет безопасность вообще дорожного движения в городе. Следующая цель – подготовка настоящих специалистов. Севастополю в целом и Балаклаве в частности нужны квалифицированные водители, например, троллейбусов и автобусов. Кто-то любит эту профессию и считает, что это уже увязывает эти навыки со своей жизнью дальнейшей. И поэтому мы будем практиковать это категорию С и категорию Д. Тоже там водитель автобуса, троллейбуса. Все новое – это хорошо забытое старое. Открытие автокласса в 30-й школе еще раз это подтверждает. Раньше курсы вождения для выпускников были общепринятой практикой. Мы начинаем собирать то, что растратили за лихие 90-е годы. Это очень хорошее мероприятие. Я надеюсь, что вместе с ДОСАФом, с представителями нашего Севастопольского ДОСАФа, будет соблюдение открыто не только здесь класс, а и в других школах, в том числе и в сельских. Программа и контроль обучения в этой автошколе полностью соответствуют стандартам ДОСАФ. На занятия ребята будут ходить после основных уроков, а экзамены в автошколе многие из них сдадут раньше, чем единый государственный экзамен. Останется только ждать наступления 18-летия, чтобы получить долгожданное водительское удостоверение. Михаил Журавский, Дмитрий Фомин, Севинформбюро.